Москва. Концертный зал университета науки и технологии МИСИС. В этих стенах прошел финал конкурса сценических постановок без срока давности в зеркале исторической правды. Самое страшное, это первое. Девушки, милые вы мои, только живыми останьтесь. Живыми! И не покалеченными, конечно. Это нам, мужикам, без руки, без ноги можно остаться. А как же вам, девушки? Как же вам? В конкурсе приняли участие 44 творческих коллектива из 20 регионов России, а также представители иностранных государств. В финал вышли три команды из Пскова, Бишкека и Москвы. Каждый коллектив выступил с драматическими и литературно-сценическими постановками на военно-патриотическую тему, а победителя предстояло выбрать жюри. Для сегодняшней нашей жизни, когда тема военных столкновений – это не просто литература, а часть сегодняшнего бытия российского государства, и, конечно же, тема Великой Отечественной войны приобретает особый смысл и особое значение. Конкурс, который проводило Российское историческое общество, связан именно с этим, с тем, что историческая память, под каким бы влиянием она ни складывалась, она должна нести правду. В числе финалистов творческая студия Российского государственного георазведочного университета из Москвы, Молодежный театр Псковского госуниверситета и творческий коллектив из Кыргызско-российского славянского университета имени первого президента России Бориса Ельцина. Самый главный материал – это люди, то есть мы с вами. И вы своими сценическими постановками, своим творчеством работаете вот с этим материалом, работаете с людьми, с человеческими душами, с человеческими эмоциями, с человеческим разумом. И это очень важно. Вы также работаете сами с собой, потому что, обращаясь к сложной, очень серьезной и, конечно, трагической исторической теме, вы изучаете эту историю, вы пропускаете ее через себя. Отдельный экспертный совет отметил несколько конкурсантов. Так, лауреатом специальной номинации «Они сражались за Родину» в памяти героев-молодогвардейцев стала театральная студия «Юность» Института филологии и социальных коммуникаций из Луганска. Кроме того, наградами были отмечены коллективы из Рязани и из Уральского государственного экономического университета. Это прекрасно, что мы с вами помним о своей истории, это прекрасно, что мы к ней стремимся прикоснуться, пропустить ее через себя. И мне кажется, надо расширять горизонт, выходить за тему Великой Отечественной войны и, может быть, осмыслять еще какие-то разные факты нашей истории, нашей страны. Организаторами конкурса выступили Российское историческое общество, Фонд истории Отечества при поддержке Министерства науки и высшего образования. Цель конкурса – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Главное, что, наверное, хочется сказать сейчас – это большое вам спасибо за сегодняшнее выступление. Все три выступления, они не оставляли нас равнодушными. Я думаю, что то, что вы дошли до финала, то, что сегодня все вы в этом зале – это лучшее доказательство того, что вы на правильном пути. Мы планируем в дальнейшем сделать наш конкурс без срока давности ежегодным и надеемся, что вы и дальше продолжите принимать в нем участие. По итогам конкурса первое место жюри присудило команде из Бишкека, второе – Псковскому студенческому театру, третьим стал коллектив из Москвы. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества» Служба информации фонда «История Отечества» Служба информации фонда «История Отечества» «История Отечества» «История Отечества»